Антон Скаль Антон Скаль Жителям Ярового произведут перерасчет за тепло и горячую воду. Об этом сообщили в ходе работы оперативного штаба по ликвидации ЧАЭС. В городе побывал и мой коллега Глеб Полянский. Подробности в его материале. На минувшей неделе губернатор края Виктор Томенко по итогам работы Краевой комиссии ПЧС ввел на территории города Яровое режим чрезвычайной ситуации. Собственник ТЭЦ, компания ТПК Ресурс, оказалась не способна организовать бесперебойную работу станции. В результате холодные батареи в домах, а средняя температура в помещениях едва достигала 18 градусов тепла. Выполняем все-таки самую главную задачу – это восстановление нормального жизнеобеспечения и нормальной жизнедеятельности населения. Потому что нарушена именно жизнедеятельность населения. Она выходит сегодня за рамки нормальной. Всего в городе 118 многоквартирных домов, медсанчасть, общежития колледжа, санаторий с грязелечебницей, детский дом и другие социальные объекты. Температурный режим находится под постоянным контролем местных властей. 17-21 градус у нас в помещениях школ, а в садах, к сожалению, холоднее. В отдельных помещениях выпустилось уже до 14 градусов. Но в эти помещения мы детей не пускаем. Переводим их в этих же детских садах, в помещения более теплые и ставим там обогреватели, доводим до нормативной температуры. Сотрудники ТЭЦ продемонстрировали качество топлива, которое закупали для работы станции собственник и эксплуатирующая организация. Это напоминает не уголь, а влажные комки угольной пыли. При доставке на морозе они замерзают и становятся непригодными для топки. Первые 10 вагонов качественного угля уже прибыли в Яровое. Следом направлены еще 90 вагонов. Таким образом, здесь будет сформирован необходимый нормативный запас – больше 6,5 тысяч тонн. Необходимо сегодня создать нормативный запас угля. Как минимум на две недели, но со временем нарастить его, чтобы работники станции, жители не думали об этом как минимум месяц. То есть двухкратный, трехкратный запас необходимого количества нормативного угля на станции надо создать. Причем качественного угля, сухого угля, тот, который сегодня горит. С собственником ТЭЦ удалось договориться о передаче обязанностей по обслуживанию станции муниципальному предприятию ЕТЭК. Все сотрудники сохранили рабочие места. Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края поможет городу в вопросах поставки топлива и наладки работы оборудования. Посмотрели по сетям ситуацию, посмотрим, то есть тут, к сожалению, большая часть магистральных сетей, практически все, они открытые. Они, в смысле, воздушка, но с теплоизоляцией более-менее ситуация нормальная. Там, где есть проблемы, сейчас посмотрим в рамках некоторой ревизии, может быть, поможем финансово, чтобы смогли там утеплить, чтобы снизить те негативные последствия, которые сегодня у нас есть в параметрах теплоносителя. В будущем, чтобы не допустить повторения таких чрезвычайных ситуаций, планируется разработать новую программу обеспечения надежности теплоснабжения Яровое. Глеб Полянский, Антон Червяков, Новости. На аппаратном совещании в правительстве края сегодня утром губернатору Виктору Томенко доложили о мерах по ликвидации ЧС в Яровом. На городской ТЭЦ растопленный подключен к теплоснабжению котел номер 9. Сейчас в работе находятся два котла. Температура теплоносителя составляет 87 градусов. Учитывая, что все помещения, жилые квартиры, дома, помещения в социально значимых учреждениях промерзли, необходимо сейчас в течение двух суток дать максимальную нагрузку, выйти на показатели 90 на 70, ну для того, чтобы помещения прогрелись. Такую работу будем проводить в течение двух суток. Составляем перечень аварийного резерва и материалов и оборудования. Расписываем график поставки угля и мазута. По словам заместителя председателя правительства Алтайского края, руководителя рабочей группы по ликвидации ЧС Игоря Степаненко, в городе работают все социальные объекты. С помещений с температурой ниже 18 градусов в детских садах и школах детей переместили в более теплые группы и классы. По мнению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивана Гелёва, в случае возможных перебоев в теплоподачу необходимо создать резервный запас дизельных генераторов и теплопушек. Проблемы, которые у нас там по социальным учреждениям частично могли бы решить, если бы правильно, скажем, организованный подход, электрические пушки, где-то там под включением под станцией и так далее, то есть организовать вопрос. Там в рамках соблюдения все-таки безопасности, конечно. Виктор Томенко поручил рабочей группе обновлять информацию об обстановке и температурном режиме в Яровом каждые два часа. Ситуация находится на контроле правительства региона. Алтайская делегация стала участником 19-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он прошел в Москве 23 ноября. За ходом главного партийного события года следила Елизавета Конева. Быть вместе с людьми, знать их нужды, проблемы, реагировать незамедлительно, помогать, объяснять и защищать. Такую установку дал президент Владимир Путин «Единой России» на 19-м съезде в Москве. В повестке формирование новой программы, с которой партия пойдет на выборы в 2021 году. Среди задач – поддержка семей с детьми, развитие сельских территорий, строительство больниц и увеличение доходов населения. Работу над программой будет курировать лично Дмитрий Медведев. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от налога на доходы физических лиц. Мы заканчиваем подготовку законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии Фонда защиты прав граждан. На съезде решили создать шесть рабочих групп Генерального совета партии по отраслевым направлениям, в одну из которых войдет губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Нам еще предстоит определиться с тем, как непосредственно эти группы будут работать. Каждый из членов Генерального совета должен принять участие по своему желанию, вывозил пожелание работать именно в кадровой рабочей группе. Надеюсь, что у нас получится интересная, полезная и, самое главное, результативная работа. Также единороссы отметили, что приоритетными задачами партии на ближайшее время по-прежнему остается защита прав граждан. Показатель тому – работа правозащитного центра «Един Россия». Решено обновить и формат общественных приемных. Теперь любой желающий сможет узнать о реализации проектов и вступить в партию. Партия начнет не только с помощью органов исполнительной власти, депутатского корпуса, но еще и с помощью правозащитников, специалистов в области права, решать вопросы граждан в судах. Мы это и так делали через сеть общественных приемных, но подключаем сейчас и Ассоциацию юристов России, и другие организации для того, чтобы усиливать эту работу. Усилили свои позиции алтайские единороссы и в Генеральном совете. Вошел в его состав депутат Государственной Думы Даниил Бесарабов. Теперь от нашего региона там три представителя. Случай беспрецедентный. Помимо Даниила Бесарабова, это Виктор Томенко и депутат АКЗС Алексей Кривенко. Это возможность реализовать дополнительные проекты в социальной сфере, в экономике, продвигать регион на новые позиции. И вот здесь, как представитель своих избирателей, родного края, готов сделать все для того, чтобы помогать жителям. Алтайскую делегацию на 19-м съезде партии возглавил секретарь регионального отделения Александр Романенко. По его словам, партия должна оставаться не только правящей, но и нести ответственность за жителей нашей страны. Партия должна встать на защиту людей. И этим самым мы должны показывать, в том числе и каждого члена партии, действительно достойного продолжателя, достойного человека, который действительно бы своим примером показывал те функции, которые на сегодняшний день партийцам присущи. Установка местным властям от Владимира Путина на 19-м съезде партии не доводит ситуацию до прямой линии с президентом. Тогда к выборам 2021 года у избирателей не останется сомнений, за кого отдать свой голос. Елизавета Конева, Дмитрий Козерлыга. Новости. Только до 30 ноября «Алтай Энергосбыт» предлагает с выгодой рассчитаться с долгами. Компания проводит акцию «Начни зиму без долгов и выиграй приз». Что нужно, чтобы выиграть один из 500 призов, узнаете прямо сейчас. «Начни зиму без долгов и выиграй приз». В ноябре компания «Алтай Энергосбыт» проводит одноименную акцию. Среди клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно больше 500 призов. Условия акции максимально просты. Нужно до конца ноября погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести авансовый платеж за ноябрь до 30 ноября 2019 года. Этого достаточно, чтобы стать участником розыгрыша более 500 призов от «Алтай Энергосбыт». Среди призов от компании – электрочайники, мультиварки, утюги, наборы светодиодных ламп, а также дисконтные карты со скидкой 20% на электротехническую продукцию. «Скажите, пожалуйста, если у вас была возможность бы поучаствовать в розыгрыше призов, если для этого нужно только заплатить за электричество?» «Что нужно сделать?» «Просто заплатить за электричество». «Так я и так плачу». «А если еще можно выиграть призы?» «Ну, с удовольствием». «Конечно, поучаствую. Так за электроэнергию все равно придется платить, а так, возможно, и приз выиграю. То есть никаких минусов, одни плюсы». «В «Алтай Энергосбыт» уверены – взыскивать долги с нерадивых абонентов важно, но добросовестные клиенты достойны особого внимания. В результате такой политики компании количество отличников платежной дисциплины растет. Тем, кто хотел бы к ним присоединиться и принять участие в акции «Начни зиму без долгов» и выиграя приз, напоминаем, заплатить нужно в ноябре 2019 года. Розыгрыш призов состоится в январе, а их вручение – до 10 марта 2020. При этом всех счастливчиков компания персонально уведомит о выигрыше и пригласит получить их в ближайшем офисе компании. Подробные информации об организаторе, правилах акции – на сайте компании «Алтай Энергосбыт». Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко, Михаил Лифуншан. Новости. 17 этажей счастья, дом для работников культуры, образования и здравоохранения построили в Барнауле. О том, как вручали ключи новоселам в нашем следующем сюжете. Лямину Михаилу Владимировичу, артисту-вокалисту Краевого автономного учреждения «Алтайский государственный музыкальный театр» и его супруге Юлии Владимировне, артистки-вокалистки театра. Среди новоселов – молодые актерские семьи из Краевых театров, а также ведущие артисты государственного молодежного ансамбля песни-танца «Алтая» и Краевой филармонии. У Анны и Дмитрия Плехановых многолетний опыт жизни в съемном жилье. Четыре месяца назад в молодой семье произошло пополнение – родился сын Ярослав. От любви до дружбы, в общем, все рядом. Один шаг, да. Ну и театр нам снимал квартиру все эти годы. А теперь прозвучали такие фанфары, у нас есть квартира. На каждом этаже нового дома размещено по четыре квартиры – однокомнатная, две двухкомнатные и трехкомнатные. Все квартиры не только сданы под ключ, то есть с полноценной отделкой, но и частично меблированы. Контроль за объектом в ежедневном режиме осуществляли специалисты Минстроя Края. Общая стоимость культурного дома – почти 230 миллионов рублей. Эти средства выделены из регионального бюджета в рамках краевой инвестиционной программы. На семьи Нариманову досталась трехкомнатная, но и в семье у них с женой Натальей четверо детей. Огромный плюс этой квартиры, что у нас все рядом. Здесь у нас, получается, вот окно открываешь, здесь площадка игровая, позвал ребенка. Потом детский садик, вот тоже через, даже не через дорогу рядом стоит. Вот, квартира трехкомнатная, все есть, мебель, лимон, все сделано, все условия. Это огромная помощь и огромный подарок для нас. Мы очень счастливы. Чтобы талантливые молодые кадры оставались в регионе, необходимо решение квартирного вопроса. Во время общего новоселья артисты Краевого музыкального театра Михаил Лямин и Насимин Нариманов исполнили знаменитую песню группы «Секрет» «Моя любовь на пятом этаже», добавив в нее алтайского звучания. Моя любовь, конечно, спит уже с покойного сна. Владимир Токмаков, Анатолий Фукс, новости. И о спорте баскетболиста «Алтайбаскета» провели очередные матчи. На домашнем паркете команда Бориса Соколовского принимала команду из Иркутска под названием «Иркут». Дмитрий Гладких побывал на играх и знает результаты противостояния. В Барнауле матчи между «Алтайбаскетом» и «Иркутом» с этого сезона стали носить принципиальный характер. В баскетбольном клубе «С берегов Ангары» сейчас сразу два тренера, которые в разные годы трудились на благо развития алтайского баскетбола. Это Евгений Горев, которого без преувеличения можно назвать барнаульцем, и Александр Лукин. Кроме того, в составе гостей сразу два игрока, выступавших в форме «Алтайбаскета» и внесших свою лепту в историю баскетбольных побед нашей команды. Это Вячеслав Ворончихин и Владислав Лисовский. Кроме того, соперники – конкуренты в борьбе за зону плей-офф. В краевую столицу «Иркут» приехал со своей поддержкой, привезя маскота клуба «Кота Феликса». Но, к сожалению, из-за травмы не приехал в Барнаул и не смог помочь иркутянам мастер спорта Александр Анисимов. «Мы не строим игру от каких-то отдельных игроков. Мы хотим видеть командную. Выпадает игрок, зашел другой, играет команда. То, что его не хватает, возможно, его бросков каких-то не хватило». В стартовом матче день рождения отмечал центровой «Алтайбаскета» Василий Рыженко. Игроки и команда хотели непременно поздравить своего партнера и добиться победы. «Выиграть хочется всегда, не только праздник, но выиграть день рождения максимально приятно». Правда, уже по итогам первой четверти, которую «Алтайбаскет» проиграл 12-20, было понятно – добиться победы будет не так-то просто. Вторая четверть получилась зеркальной со стартовой. На этот раз уже баскетболисты АБ диктовали свои условия и смогли ее выиграть 20-15. На большой перерыв алтайские баскетболисты ушли, уступая минимально в счете – 32-35. После перерыва игра у баскетовцев коренным образом изменилась. Барнаульцы сумели переломить ход встречи. И это даже несмотря на катастрофические промахи с линии штрафного броска. За игру баскетболисты в бело-синей форме бросили 39 раз. Лишь 19 бросков достигли цели. Перед заключительной четвертью на табло горело 57-54. К тому времени практически все игроки в черно-оранжевой форме сидели на фалах. В четвертой десяти минутке нужные попадания Артема Кузьмина и Дмитрия Злобина позволили барнаульцам добиться положительного результата – 80-68. Первую четверть хорошо провели. Да, повели. Ну и как правило становится у нас… Для нас это ключ, да, мы повели, расслабление. Перестаем играть по лидерам. Вторая половина провальная и по защите, и по индивидуальной, и по командной. Отсюда легкие атаки. Все, и дальше уверенность потеряли и перестали двигать нападение. Повторная игра осталась за гостями. Иркут добился победы со счетом 69-60. Следующие встречи наш коллектив проведет в ближайшие выходные. Вновь на своей площадке. На этот раз соперником подопечных Бориса Соколовского станет локомотив «Кубаньцоп» из Краснодара. Дмитрий Гладких, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и хороших новостей. Субтитры предоставил DimaTorzok Денис Кузьменко. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»